Почему же присоединили юго-западную часть Московской области, а не, например, Одинцовский район или Балашу, где огромное количество населения, да и в целом есть большая потребность в том, чтобы та территория стала Москвой? Все на самом деле очень просто. Дело в том, что это менее густонаселенные районы мыли Московской области, и, следовательно, их, конечно же, было намного комфортнее присоединить к Москве, потому что меньше социальная нагрузка. То есть, условно, меньше нужно строить школ, меньше нужно строить больниц, да и в целом меньше нужно выделять денег на всю эту инфраструктуру. Плюс здесь большая часть территории, например, смотреть ЖК Филатов, Лук, Саларева, Парк, сейчас Депрокшина, вся эта территория, она вообще была не обжитой. То есть здесь было очень мало частного сектора, и на территории как раз юго-западной части Московской области было проще выкупить землю у Московской области, а не договариваться с каждым отдельно частником, как это было как раз на территории Дом-2. Здесь 16 лет назад, ранее на территорию Московской области, сейчас уже на территории Москвы, длилась самая большая стройка. И эта стройка была не стройка домов, многоэтажек или какого-то частного сектора. Это была стройка телевизионного шоу Дом-2. Именно на территории сейчас Новой Москвы располагался так называемый Дом-2, вся съемочная бригада и тот знаменитый дом. Но ситуация удивительна вот чем. Дело в том, что в 2020 году было уже готово проектируемое шоссе, сейчас это уже, как я понимаю, это Валуевское шоссе, которое соединяло от Саларева до поселка Марина. Оно было готово на 99%. Оно было готово с двух сторон, но его не могли соединить, потому что как раз-таки на этом участке находился знаменитый Дом-2, который планировали снести. Как я понимаю, все уже снесли. У нас с вами готовое шоссе. Ну а сегодня в выпуске я, конечно, хочу поговорить тоже про строительство. Правда, про строительство новостроек на территории Новой Москвы. Москва. Это средневековый город. Изначально она застраивалась таким образом, чтобы максимально уменьшить силу ветра, который мог легко разнести опасный для деревянного города огонь с одной постройки на соседней. Не сказать, что это сильно помогало. Мы знаем несколько крупных пожаров, в которых Москва выгорала если не полностью, то весьма значительно. Именно поэтому в центре так много изогнутых переулков, задерживающих воздух. А из-за обилия машин экологическая ситуация теперь оставляет желать лучшего. Роза ветров – это вещь реальная, очень серьезная, оказывающая значительное влияние на градостроительство. Первый и основной факт, что западная часть города, неважно, Москва это, Питер или Лондон, отличается от восточной части. Почему? Преобладающая роза ветров – с запада на восток. Поэтому предприятия, промзоны и прочие гадости, которые портят воздух, в основном располагались на востоке города. Соответственно, восточные территории всегда более депрессивные. Сейчас в Москве это более или менее начинает выравниваться, благодаря джентрификации, выносу производств за городскую черту. Но все равно можно оценить по стоимости жилья, что запад, юго-запад и северо-запад всегда дороже. Жизнь там более престижная. Это основное влияние роза ветров на градостроительство. Если более детально еще порассуждать, то здесь как раз появляется возможность сделать ту инфраструктуру, которую захочет Москва. Потому что это просторные поля, и здесь можно построить новые дороги. Так и сделали. Здесь построили огромную хорду Солнцево-Бутово, которая там активно развивается. Сюда как раз еще до даже ввода в эксплуатацию некоторых домов привели ветку метро. Это Сокольническая ветка метро, которая дошла до станции Коммунарка. То есть многие помнят, что здесь появились станции метро, а жителей еще не было. То есть многие жаловались, почему еще нет метро где-то в Бирюлево, которую там сейчас начинают как раз строить. И сюда на территорию зашли крупные московские девелоперы. Инград, Пик, А101. Это основные ребята, которые сейчас застраивают здесь все территории. Самолет, конечно, тоже, но он больше все-таки к области относится сейчас по территориям, которые активно осваивают земли. И именно в этом выпуске мы сегодня поговорим про этих застройщиков и новостроек, которые сейчас строят в Новой Москве. Ну и, конечно, ответим, стоит ли в них инвестировать. Юго-западный район Москвы находится на возвышенности, поэтому он постоянно продувается, и в нем довольно мало пыли. Крупные магистрали проходят далеко от жилых домов, а другие источники загрязнения по факту просто отсутствуют. Оптимальность с точки зрения жизни считается западный район, либо северо-юго-западный район. Юго-западный район выделяется очень хорошей розой ветров и отсутствием промышленных предприятий. Плюс сам по себе район утопает в зелени. Но речь сегодня пойдет, конечно, не только о Новой Москве, а мы поговорим о новостройках, которые расположены на территории Новой Москвы. И я хочу начать с первой новостройки, это ЖК «Филатов Луг». Дело в том, что примерно 4 года назад я стоял на этом же месте в 2019 году и записывал свой самый первый YouTube-влог, первый обзор на ЖК «Филатов Луг», потому что тогда застройщик заморозил все свое строительство, в связи с тем, что они не могли строить Росавиация, запретило строительство, как здесь рядом летают самолеты. Конечно же, ситуация решилась. Как мы видим, уже в 2023 году дома заселены, готовы. И многие до сих пор думают, что было бы неплохо инвестировать в новостройки Новой Москвы, либо рассмотреть тот же инградовский «Филатов Луг», потому что это не панельные пиковские дома, это монолитные дома, Новая Москва, и в целом сейчас еще какая-то часть домов достраивается. Но если вы откроете сайт застройщика, то я очень сильно удивился, потому что здесь двухкомнатная квартира от застройщика 63 квадратных метра без отделки продается, бинго, за 14 миллионов 600 тысяч рублей. И застройщик, видимо, мне кажется, нас держит за дураков, или действительно кто-то покупает квартиры по таким ценам. Я надеюсь, вы не такие, потому что даже если открыть варианты по переуступке, то есть варианты от физических лиц, которые сейчас продаются, то я нашел классную двухкомнатную квартиру тех же 65 квадратных метров с классной отделкой, с мебелировкой за 15 миллионов рублей. Да, я думаю, что они еще торгуются. И, конечно, после того, когда закончили суды, прошло время, и застройщик вел в эксплуатацию свою первую очередь, продавать дешево он не будет. Мы строили когда-то гипотез, что, возможно, здесь будет большое количество квартир от инвесторов в продаже, огромное количество в целом квартир людей, которые захотятся избавиться от этой недвижимости. Но нет, это не случилось по очень объективным причинам, потому что это московская прописка, это монолитный дом, и никто не хочет скидывать свою недвижимость дешево. Если поговорить про инвестиции, то мы видим очень интересную картину. Огромное количество квартир здесь сейчас продается на вторичном рынке от физических лиц. И вроде бы кризис, кризис рынка недвижимости, да кому нужна ваша недвижимость? Мы видим здесь ценник за студии без отделки в районе 7 миллионов рублей. То есть, ребята, смотрите, мы находимся за МКАДом, в Новой Москве, здесь нет пешей доступности станции метро, и мы не видим приятные, красивые дома, бизнес-классы. Но при этом рынок их оценивает в 7 миллионов рублей. И вариантов, да, от застройщика практически не осталось. А если провести небольшую аналитику, то давайте более детально порассаждаем, почему я против таких покупок и инвестиций. Потому что многие скажут, 7 миллионов рублей, хорошая доступная цена, куплю там за 7 миллионов рублей, буду сдавать ее за 30 тысяч рублей в месяц, и буду получать неплохой доход в районе 5% годовых. Но на самом деле это не так, потому что к 7 миллионам рублей мы добавляем полтора миллиона на отделку. Именно полтора, да, вы не ослышались. И полмиллиона на мебелировку. То есть примерно 2 миллиона рублей вам нужно будет вложить, у вас будет около 9 миллионов затрат. Так вот, вернемся к аналитике. Если рассмотреть даже самый простецкий вариант какой-нибудь ЖК Лосиноостровский парк, либо сигнальный 16 пика, о котором мы разговаривали, который находится внутри МКАДа, возле метро, возле парка, с московской пропиской, с отделкой, то вы можете купить квартиру-студию в районе от 6 миллионов рублей. Да, это будет стройка, которую сдадут где-то через год-полтора, но вы берете с отделкой внутри МКАДа за 6 миллионов рублей. 6, да, да, это небольшая студия, там, 20-22 метра. Либо здесь за 9 миллионов рублей, потому что здесь огромное количество вариантов, конечно же, продаются от физических лиц, и нельзя воспользоваться никакой льготной ипотекой. Но говорить здесь об арендной ставке даже в 30 тысяч рублей, конечно, это глупо, потому что, да, наверное, кто-то хочет и размещает здесь на Авито квартиры по 30 тысяч за студией, но, ребята, давайте будем объективными. Здесь не метро недоступности с такой ценой. Я думаю, что, наверное, вы сможете сдать за 25 тысяч. Если кому-то повезло 30, ок, напишите про это в комментариях. Как мы уже с вами знаем, юго-западную часть Московской области присоединили к Новой Москве не только за счет того, что люди просто хотят жить на Юго-Западе, да, а потому что здесь не было огромного количества частного сектора. Так вот, как раз на территории ЖК Соларево-Парк, который построили, не было частного сектора, а было огромное количество мусорных куч, потому что здесь раньше сюда складировали мусор, это все замкаде, и, соответственно, все эти кучи законсервировали. И одна из них как раз находится за моей спиной. Красивая куча, знаете, как будто у нас здесь появились московские зеленые холмы. Так вот, ЖК Соларево-Парк это один из самых, наверное, первых проектов, который стал застраиваться на территории Новой Москвы. И этот проект стал располагаться от станции метро Соларево до станции метро Метро Филатов-Луг. В первую очередь как раз-таки пик начал сдавать где-то в 2019-2020 году возле метро Соларево, который не так давно открыли, и постихоньку весь проект стал раздостаться. И это, наверное, стал один из самых популярных и интересных проектов для инвестиций в 2018-2020 годах. Но я вам напомню, студию, квартиру-студию с отделкой от пик можно было здесь купить где-то лет 5 назад всего лишь за 2 миллиона, 2,200 за 20 квадратных метров с пик-отделкой. Но в тот момент казалось, что это какое-то невероятно чудо технологии, когда застройщик мало того, что сдает квартиру с отделкой, так еще и продает в красивых офисах, которые тогда строил застройщик пик. И самое удивительное, что до сих пор этот проект пользуется популярность среди инвесторов, потому что кажется, что можно купить квартиру возле станции метро с московской пропиской всего лишь за 6,5 миллионов рублей. Но на самом деле вы прекрасно понимаете, что если мы рассматриваем с точки зрения каких-то инвестиций или сдачи в аренду, то у нас проект с замкадом, у нас проект с огромной конкуренцией, большой комплексный проект, у нас проект, который конкурирует еще с другими застройщиками. И самая дешевая студия, которая сейчас продается с застройщика, начинается от 6,5 миллионов рублей в огромном массовом гетто, который застраивает застройщик пик. Если мы захотим посравнивать и посмотреть какие-то более интересные варианты, то за эти же деньги мы можем с вами купить Волгский парк, Лосиноостровский, Амурский парк. Огромное количество вариантов, которые находятся внутри МКАД и которые не придется вам сдавать за 30 тысяч рублей. Однокомнатные квартиры сейчас здесь начинаются в районе 10 миллионов рублей, если мы смотрим на вторичный рынок. Ну и, соответственно, на первичном рынке от застройщика они в районе 9,5 миллионов рублей. То есть ЖК Солариево парк, он уже выжил, да, или, как сказать, инвесторы уже выжили максимум из этого проекта. И рассматривать его для какой-либо инвестиции в сохранении капитала, аренда или тем более какая-то либо спекуляция, ну просто-напросто не нужно. Я это миллион раз повторяю. Да, вроде бы здесь неплохой застроенный район, да, есть станции метро, но, когда мы с вами приходим на территорию и видим, что все уже красиво, а на самом деле практически все красиво, и какой-то грязи стройки здесь не так много инвестировать, сюда не нужно. И вариантов от того же пик внутри МКАДа есть огромное количество с той же московской пропиской и даже с пешей доступностью лесопарковой зоны. Что касается Гетты, сам популярный, конечно, комментарий, что вы здесь машину не припаркуете. Я вам так скажу, уважаемый, смотрите, есть даже тот же пик, который строит паркинг, находится за моей спиной. Соответственно, покупаете здесь недвижимость и покупаете, либо арендуете парковочное место. Если у вас нет финансовой возможности снять или купить парковочное место, для вас специально застройщик предусмотрели важный пункт метро. Здесь метро в пешей доступности, метро Прокшино. Да, соответственно, есть метро Саларева, которое открыли в самом начале, Прокшино, соответственно, и эта красная ветка, которая идет как раз вплоть до новой станции Потапова, которую откроют в этом году, по которой мы как раз сейчас в ближайшее время поговорим. Плюс здесь есть вся необходимая инфраструктура, есть детские сады, есть, соответственно, там школы, детские сады. То есть все, что нужно для того, чтобы вам не нужно было везти ребенка на машине и в какой-то другой отдельный район. Да, сейчас начнут заливать про то, что нужно встать в очередь, все это сложно. Везде абсолютно есть такие же проблемы. Но если у вас нет денег на машиноместо, welcome, пользуйтесь метро. Либо берете кредит и покупаете машиноместо. Кстати, я уверен, что покупка здесь машиноместо и сдача в аренду более выгодна, чем, например, инвестировать в те же самые квартиры. Доходность точно будет в 2 раза больше. Кроме высоких цен в Новой Москве, особенно если их сравнить с внутримкадными ценами, то ценник практически одинаковый, есть огромное количество негатива, связанных с плохой транспортной доступностью и в том, что все дома, которые здесь строятся, они просто-напросто превратятся в какой-то момент в гетто. И так, например, считает очень популярный обозреватель недвижимости Илья Варламов. И вот по Варламову, соответственно, как превращаются, как трансформируется Новая Москва в гетто. Первый пункт, который он говорит, это разочароваться. Человек купил квартиру, а район оказался неудобным и неуютным, да и качество новостройки так себе. Второй момент. Уехать. Первыми уезжают те, у кого есть деньги. Квартиры продаются по демпинговым ценам или сдаются. Если, кстати, мы посмотрим, есть здесь демпинговые цены, то мы видим, что никто не хочет прощаться даже с какой-нибудь новостройщикой Филатов Лука, у которого ужасна транспорт доступность и хотят по ценнику чуть ли не бизнес-класса, который строится в Москве от того же левела. Дальше. Третий пункт. Из района сбегает бизнес, салоны красоты, кафе, пекарни. Его место занимают рюмочные дешевые магазины. Люди перестают оплачивать коммунальные услуги, управляющие компании перестают нормально работать. Если, опять же, посмотрим, например, ЖК Соларио Парк, который считается большим гетто в Новой Москве, где неприятно, некомфортно, то мы видим огромное количество магазинов, бизнеса, который здесь есть. Да и в целом, вроде бы, Пик Комфорт неплохо справляется с своей задачей, при том, что, конечно, есть огромное количество косяков. Ну и четвертый пункт. И тут же те, кто не разочаровался и не уехал, понимают, что зря они купили квартиру в этом районе, они переезжают в другие локации, а эту квартиру сдают в аренду. И в этот момент, конечно же, хочется сказать, наверное, что эти квартиры сдаются по бросовым ценам. Но, опять же, при всех моментах, да, внутри МКАДа у нас аренда студии от 40 тысяч рублей, и даже 20-метровой Пиковской студии. Здесь, на самом деле, вы тоже удивитесь, но многие все равно тоже сдают в районе 40 тысяч рублей студии 35-40. Но это случается где-то в сентябре-августе, потому что это красная ветка и очень удобно добираться до метро там Юго-Западного университета, где огромное количество университетов. Ну и пятое. Пункт-контингент в районе складывается такой, что криминал растет на глазах. Все, приехали, район превратился в гетто. Кроме того, что просто пайхаповать, и, как всегда, ну и, конечно же, такие истории залетают. Особенно можно зайти в какую-то там часть новостройки, там, где еще строится, там еще, где не заехал бизнес, и поснимать такие сюжеты. Как мы видим, все на самом деле наоборот, да, и при всех моментах, при всех минусах район все равно развивается. Да, мы с вами обсудили, что никакого, конечно же, инвеста нету, и сюда инвестировать не под аренду, даже при условии, что это красная ветка, и вроде бы удобно сдавать, не нужно. Ну и, с другой стороны, говорить, слушайте, что это гетто, которое никому не нужно. И здесь сейчас люди будут продавать свою недвижимость по вбросовым или демпинговым ценам. Нету этого, к сожалению, для Ильи Варламова. Почему же нужно выходить из таких проектов, как ЖК Филатов Лог? Дело в том, что это устаревшая архитектура, да и в целом, такие дома, наверное, хотели бы себе купить покупатели-потребители где-нибудь в 2015 году. Ну, в лучшем случае, в 2020. Застройщик не угадал, не фартанул, а мало того, что проблема здесь с авиацией была, и дом долго не могли ввести в эксплуатацию, так еще и в целом устаревшая архитектура, да и стрёмные фасады, честно. Ну, то есть красный фасад для 2023 года это такой жуткий мувитон. И пока есть возможность, потому что все равно любит наш народ всякое, вот вы прекрасно понимаете. И пока это дом монолитный, недавно ввели в эксплуатацию, еще квартиры в целом не являются здесь такой устаревшей вторичкой, я бы рекомендовал вам избавляться. И не важно, это Филатов Луг, либо какая-то там соседняя новостройка. Я считаю, что сейчас, когда можно продать здесь квартиру в районе 7 миллионов рублей, мы говорим про студию, либо в районе 10 миллионов рублей, можно, например, просто-напросто продать свою однушку и переложить деньги в какой-нибудь строящийся проект, даже в тот же левел Южнопортовый, который будет долго строить там, где будет новая Москва-Сити, но здесь, да, студия стоит 7 миллионов рублей, и там студия стоит 7 миллионов рублей. И если вы можете сделать такую реинвестицию, да, то есть улучшить свое жилье, особенно если вы покупали здесь квартиру в качестве инвестиций, и сейчас она не сдается, и вы не хотите вкладывать огромные деньги в ремонт, то можете прийти к нам в компанию Smart, у нас есть специально продукт реинвестиции. Он состоит из трех этапов. Первый этап, мы на нем делаем персональную консультацию, разбираем вашу задачу, оцениваем ваш объект недвижимости, в которой есть собственность, и смотрим, куда можно реинвестировать. Примерно, то есть примерные варианты подбираем, потому что, понятно, сделать подборку то, что вы реально купите, мы не сможем, потому что вы еще не продали объект. Вторым этапом, мы уже продаем ваш объект недвижимости, мы берем за это всего лишь 2%, то есть довольно комфортная рыночная цена, и многих устраивает, самое важное, мы еще берем свою комиссию только после продажи недвижимости. Ну и третьим этапом, мы уже подбираем для вас недвижимость, она подбирается на льготных условиях в районе всего лишь 1%, то есть мы помогаем вам сделать правильную реинвестицию капитала, то есть вы спокойны, что вы продали недвижимость, и знаете, что купить. Если вас услуга заинтересовала, то приходите в Смарант, у нас огромное количество квартир в реинвестиции, мы активно помогаем собственникам делать классные реинвестиции и улучшать их финансовое состояние. Ссылка в описании, ну а мы продолжаем. За 10 лет с момента присоединения новой Москвы здесь открыли 8 новых станций метро, и скорее всего, это является одним из самых важных факторов для притягивания покупателей, потому что московская прописка, есть метро, ну и огромное количество квартир продается с отделкой. По какой цене уже там продаются, инвестиционные либо не инвестиционные, многих это не касается. При этом, в любом случае, недвижимость здесь, в Новой Москве, конечно же, раньше была значительно дешевле, чем в Старой Москве. Но если разобраться сейчас по фактам, то мы видим, что средняя стоимость квадратного метра в реальности составляет около 250 тысяч рублей за квадратный метр. И это очень близко к средней стоимости Старой Москвы, потому что в Москве где-то 300-330 тысяч рублей за квадратный метр. Но многие думают, что стоимость квадратного метра в Новой Москве будет дальше расти, потому что здесь строятся новые станции метро. Сейчас строятся новых 7 станций метро, в том числе станция Внуково, которая будет возле аэропорта. Да и в целом, если мы посмотрим план развития Метрополитен до 2030 года, то у нас будет новая Троицкая ветка, которая придет в Новую Москву. Продлят как раз-таки ветку до аэропорта Внуково. Красная, замечательная ветка Сокольническая, она продлится до станции Потапова, где все уже наконец-то ждут эту станцию для ЖК Скандинавии и прочих районов. То есть я думаю, что застройщик эту станцию, кстати, Потапова, знаете, ее можно ассоциировать с Дубай-Крик-Харбор, вот это вот самое высокое здание в мире, которое хотят построить. И все говорят, вот построят Дубай-Крик-Харбор, и тогда уже недвижимость вырастет в цене. Вот так же все говорят, откроют станцию Потапова, недвижимость вырастет в цене, я вас, вам раскроют тайну и не вырастет там недвижимость в цене. Плюс еще построится Бирюлевская ветка метро до нашего любимого ЖК Остапова и Алхимова. Ну и в целом эти районы будут активно застраиваться. Но говорить о потенциальном приросте стоимости недвижимости за счет открытия новых станций метро это значительно глупо. А101, наверное, мой самый любимый застройщик, конечно же, в кавычках, потому что ко мне огромное количество подписчиков, моих знакомых приходят, спрашивают, Вить, а стоит ли инвестировать на востройки А101, потому что вроде бы там с отделкой московская прописка, да еще откроют новую станцию метро. На самом деле такие новостройки предлагает огромное количество агентств, которые просто-напросто прозванивают заявки. Вы когда-то на ЦАНе интересовались, ваш телефон где-то спарсили и, соответственно, вам обзванивают и предлагают новостройки, предлагают эти новостройки подобрать без отделки. И самое удивительное, вы спросите, а что вы предлагаете, если у вас бюджет до 10 миллионов рублей что-то недорогое, вам предлагают, А101 вам предлагают новую Москву. Почему? Потому что платят хорошую комиссию. Если мы посмотрим на рынок, то мы видим сейчас огромное количество квартир здесь с отделкой, агенты, то физические лица уже инвесторы, которые хотят выходить, они продают эту недвижимость в районе 7 миллионов рублей. Но что же предлагают агенты и что предлагают агентства? Если вы откроете сайт застройщика, а они предлагают предложение от застройщика без комиссии и доп. наценок, то сейчас самая минимальная цена за студию 20 метров предлагается в районе 6,6 миллионов рублей. То есть 6,5 миллионов рублей за студию без отделки. А с отделкой вы удивитесь, но в том же Прокшена можно найти ценник в районе 8 миллионов рублей за студию с отделкой. И еще что самое важное, сроки сдачи это будет конец 2025 года. И как мы знаем, А101 в основном всегда сдает не в срок. И если вы проанализируете рынок, посмотрите, какие есть альтернативные предложения, то самый удивительный момент, что за 8 миллионов рублей вы можете купить еще студию 20 метров в Левел-Нагатинской в бизнес-классе возле двух станций метро недалеко от центра развивающейся части Москвы с ключами в следующем году. И перед тем, как приходите ко мне и спрашивайте, Виктор, а что вы думаете по поводу новой Москвы и что вы думаете по поводу А101, ребята, забудьте, никто вам здесь не будет предлагать выгодных инвестиционных цен. Аренда здесь низкая, а если вы уже додумались и вы скажете, ну мы же хотим, соответственно, поиграть в спекуляцию, мы же хотим поиграть в инвесторов, так вот, заходите за 8 миллионов рублей, а продаете за 7 миллионов рублей. Вот такая вот замечательная у вас будет инвестиция с убытком в 1 миллион рублей. Не дай бог вы еще зайдете в рассрочку, если не смотрели наш фильм расследования про ФСК и их рассрочки, посмотрите, ссылочку где-то оставлю, то у вас, скорее всего, еще и больше могут быть потери, потому что при рассрочке увеличивается стоимость недвижимости. Ну а в ипотеке вы еще каждый месяц платите проценты. Решение о присоединении Подмосковья к Москве приняли еще 20 лет назад, в начале 21 века. И только 12 июля 2012 года присоединили территорию, которая стала называться Новой Москвой. Эта территория составляла примерно полторы тысячи квадратных километров, и после этого Москва по площади с 11 места поднялась в рейтинговой системе в 6 место самых крупнейших городов мира. И стала крупнейшим городом в Европе за исключением Стамбула. Правда, Стамбул находится и на территории Азии, и на территории Европы. Но Москва после присоединения территорий осталась на 7 месте по численности населения, потому что вот этот огромный кусок в полторы тысячи квадратных километров на нем проживало всего лишь 250 тысяч жителей. А вот сейчас на территории Новой Москвы уже проживают 450-650, тысяч человек. И неофициально говорят с учетом мигрантов эта цифра может быть в районе 1 миллиона человек. Я нахожусь на территории Коммунарка. Это сейчас у нас с вами Новая Москва. Раньше это был поселок-поселение Коммунарка. И Коммунарка стала самой сильной точкой роста в рамках инвестиций в недвижимость. Потому что те, кто покупали здесь новостроечки, даже, соответственно, за моей спиной новостройки от А101. А они выглядели именно так. Они, соответственно, смогли действительно заработать хороший капитал. Но вот сейчас инвестиции в Коммунарку и Новую Москву могут быть не то, что неприбыльными, а, скорее всего, даже убыточными и большими потерями, если вы инвестируете с ипотекой. Для примера давайте возьмем ЖК Новая Звезда от Кросса. Если быть точнее, Новая Звезда вторая очередь. Здесь недалеко как раз-таки откроется станция метро Бачуринская. Это Троицкая ветка метро. И мы надеемся, что эту станцию откроют через пару лет. То есть для тех, кто инвестирует вообще в Троицк. И почему в этом выпуске ничего не будет про Троицк? Потому что в лучшем случае какую-нибудь станцию метро Троицк или там Десна откроют в 2028-2030 году не раньше. И все, что вам как бы заверяли менеджеры от групп компании МИДС забудьте, да. В лучшем случае через пару лет только дойдет Троицкая ветка сюда. И многие думают слушайте, классная точка роста. Можно инвестировать. Новая Москва развивается. Откроются новые станции метро. Здесь уберут вот это вот все в стремноту и построят классно ЖК бизнес-класса, как заявляет Кросс. Ну, во-первых, даже новая звезда первой очереди это никакой не бизнес-класс. Это уровень комфорт-класса. Сейчас Кросс хочет за свои студии, правда они площадью там 27-28 метров, хочет 7 миллионов рублей на текущем этапе стройки. Плюс 2 года строительства без отделки. То есть в лучшем случае вы их получите через 3 года. Конечно же нет, потому что за эти деньги можно взять студию в Уна Старокоптевске или Уна Головинские пруды. Да, она будет стоить ну 8 миллионов рублей, но и сдадут раньше. И это абсолютно другая локация. В метро Войковская там водный стадион или там текущая локация. А если вы инвестируете с ипотекой, что что инвестировать в объект, который стоит 7 миллионов либо 8, абсолютно разницы нет никакой. А если вы инвестируете с наличными, то за эти деньги можно те же апартаменты Байерс купить. Да, это апарты, не желая недвижимость, но они готовы на метро Щукинской площади 28 метров. И почему я так уверенно говорю, что, например, сюда инвестировать неликвидно? Да, есть точки роста. Вроде бы все неплохо, но готовая недвижимость от того же Кроста сейчас стоит за те же студии в районе там 7-8 миллионов рублей с отделкой, однушки в районе 9-10 миллионов рублей готовые с отделкой. И по качеству это будут очень схожие проекты. Плюс, не забываем, у Кроста будет высокая коммуналка, Кросс точно нарушит свои сроки по строительству, и Кроста всегда есть очень много вопросов. Действительно, очень много вопросов, на которые не всегда мы умеем получать ответы. Поэтому говорить про этот проект с точки зрения какого-то инвеста бессмысленно при условии внешних точек роста. Успоко. Если вы купили, не переживайте, ждите, получайте ключи, сдавайте. Будем наблюдать, что происходит за рынком. Я бы, наверное, не бежал отсюда, но то, что, например, стоит продать уже, может быть, какую-нибудь готовую недвижимость здесь, в звезде, и реинвестировать этот капитал опять же в Москву, это 100% более правильная история, потому что новая Москва пока что стоит очень дорого. Если просто сказать логически, почему так сильно любят жители Москвы уже теперь новую Москву, то на самом деле все очень просто. Дело в том, что когда развивалась Москва, когда развивалась промышленная часть Москвы, то было логично и понятно. что нельзя строить предприятия на западе, их нужно строить на востоке, потому что роза ветров в северном полушарии планеты, она направлена с запада на восток. Именно поэтому у нас все предприятия, промышленные склады, они находились на востоке. И вот именно поэтому кусок Московской области на юго-западе, он остался нетронутый, здесь ничего не строили. И уже когда эта территория стала становиться Москвой, девелоперы очень сильно облюбовали. Ее облюбовал, конечно, застройщик ПИК, и он первый начал здесь строить в районе Бунинских лугов свой проект Бунинские луга. Он сначала строил свои там первые серии пик-панельные дома, страшные такие, и потом уже где-то с 16-18 года стал возводить свой проект Бунинские луга, который очень сильно облюбовали москвичи. То есть сюда можно добраться до станции метро Бунинская аллея, там дома на рельсы этого. Плюс огромный спрос подогревали в сам отдел продаж, потому что здесь будет открываться новая станция метро Новомосковская либо Ботапова недалеко, и она как раз-таки будет ближе к третьей очереди, которая активно сейчас строится и продается. Ну и в целом было понятно, что эту станцию построят, потому что видели, как открывались новые станции метро с оконической ветки метро. Сейчас этот район уже достроили, жители здесь активно живут и ждут, когда уже наконец-то откроется замечательная станция метро, которая, если не ошибаюсь, они ждут где-то с 2021 года, то есть лишних там два года, и, конечно же, добираться отсюда очень сложно. Но, несмотря на все эти минусы, которые я говорю, и несмотря на высокий ценник, который здесь есть, потому что здесь в любом случае готовая студия 6-7 миллионов рублей, а однушки-двушки могут быть выше там 10 миллионов рублей, застройщики все равно строят здесь проекты. Мне бы хотелось более детально поговорить про два проекта, которые здесь теперь строят А101, А101 Новую Москву. Мало того, что строят Прокшино, Испанские кварталы, Скандинавия, Скандинавия-Юг, Белые ночи, Южные сады, так они еще решили построить свой замечательный проект Бунинские кварталы. Бинго! Они просто молодцы. Они специально его назвали Бунинские кварталы для того, чтобы люди, которые ищут новостройки в Новой Москве, и зачастую это не жители на самом деле столицы, а люди из регионов, которые хотят инвестировать в Москву, с московской пропиской. Им, соответственно, они набирают там Бунинские, Лугопиковские, но находят Бунинские кварталы. И, соответственно, здесь недалеко еще строится условный бизнес-класс, это дзен-кварталы. Давайте про них более детально поговорим. А101 вообще облюбовал территорию Новой Москвы. В отличие от ПИК, который строит монолит-панель, ну, в целом, панельные дома, они строят монолитные дома и чуть-чуть лучше качество. На самом деле, я соглашусь с этим, нельзя сравнивать ПИКовские панельки и дома от А101. Но есть важный момент, что когда А101 пытается заявлять, что они строят какой-то бизнес-класс или комфорт-плюс, ребята, я бы точно не велся на эту историю. А вот как раз дзен-кварталы, который не за моей спиной находится, а левее от меня через реку Варварка, находится, он как раз-таки позиционируется как такой комфорт-плюс бизнес-класс. И застройщики я просто вам зачитаю. Он называет это Новый район, дзен-кварталы, возводится на юго-западе столицы, вдоль береговой линии живописного Ивановского пруда и реки Варварки. В основе проекта сочетаемого и несочетаемого, гармония простого, утончненного, природного и урбанистического. Стиль Джапандии, объединяющий скандинавскую функциональность и восточную содержательность. Ну, честно, ужас какой-то просто. Но они, при всем этих моментах, что этот проект находится, на самом деле, не в самом удобном расположении, и якобы это там комфорт-плюс бизнес-класс, они за студией с отделкой, со стройкой, которая закончится в 25-м году, хотят минимум 7 миллионов рублей за свои маленькие эти студии. То есть, при этом один квартал добираться до новой станции метро Потапова либо Новомосковская, смотря, как ее назовут, значительно намного сложнее. И поэтому, на самом деле, я бы больше обратил внимание на бунинские кварталы. И вы удивитесь, что мне кажется, и все наши подборки, наверное, единственные ЖК, если вы смотрите что-то недорогое в Москве, вот прям нужно в новой Москве под аренду, да, наверное, он подходит. Потому что сейчас здесь студия начинается от 5,5 миллионов рублей. Это ценник на сайте. И скорее всего застройщик будет торговаться 6,2 миллиона они предлагают за квартиры с отделкой. Но ключи вы получите, будьте готовы, ключи вы получите на квартиры с отделкой, внимание, только в начале 26-го года. Не раньше. То есть, как бы нужно понимать, что 23-й, 24-й, 25-й год, то есть 2-3 года будет строиться дом плюс отделка, плюс ввод в эксплуатации, плюс передача ключей. То есть, наверное, в рамках новой Москвы это самая низкая цена, которую там сейчас можно найти. Но заходил ли я бы сюда и дебил бы, о боже, посмотрите, студию можно купить за 6 миллионов рублей с отделкой с московской пропиской возле будущей станции метро? Нет. Потому что, на мой взгляд, это бессмысленная и глупая инвестиция, низкая арендная ставка, огромная конкуренция, долго ждать, в целом А101 будет так же, как и любой застройщик, косячить. И, если честно, то я лучше, вот как говорил, не знаю, какой-нибудь даже вот левел южнопортовый, вот этой в промке дикой куплю, но зато на Кожуховской, там, где будет сити, за эти же деньги, то есть, условно, за 7 миллионов рублей, да, но чуть подороже, да, можно будет купить квартиру, если вы разбираетесь, делаете с точки зрения инвестиций. Если вам нужна квартира с московской пропиской, не знаю, туда использовать маткапитал или перекинуть туда маткапитал и нужна квартира от застройщика, велкам. Важный момент, который нужно учитывать, это не то, что вот здесь находится дорога и будет шумно, нет, это мелочи. Дело в том, что А101 активно впаривает свои новостройки не только благодаря хорошей комиссии для агентов, которые вам рассказывают сказки, но и благодаря своим субсидированным маркетинговым программам, например, такая, как квартира за 1 рубль в месяц. Важно, таких акций нету. В лучшем случае вам дают это условно отсрочку, когда дом строится, вы вносите деньги и пока дом строится, вы платите там 1 или 50 рублей в месяц. Но у этой маркетинговой акции есть своя ловушка, это называется ипотека траншем, потому что часто при такой схеме, когда вы получаете ключи, у вас будет ставка не льготная на уровне 7,7 или семейной 5,7, а у вас будет рыночная ипотека, это ставка ЦБ плюс там 2-3 процента и мы не знаем, какая будет ставка ЦБ, когда дом сдастся, например, в 25 или 26 году. Такая же история с нулевыми ипотеками, потому что у А101 нет нулевой ипотеки на весь срок. Нулевая ипотека в лучшем случае на период строительства. И, конечно же, такие квартиры часто продаются по завышенной цене. Вспоминаем ФСК, который не просто так продавал свои квартиры в рассрочку не по 15 миллионов по рынке, а по 20 миллионов рублей, поэтому будьте внимательны, субсидированные акции это, субсидированные ипотеки вот такие акции для рынка недвижимости сейчас это зло. По итогу мы видим, что новая Москва никак не похожа на гетто, как заявляет Илья Варламов. И понимаем, что здесь есть действующая инфраструктура, здесь есть детские сады, школы, поликлиники, открываются станции метро, есть действующие станции метро, появятся скоро новые. И действительно, у новой Москвы есть много точек развития, потому что люди действительно любят юго-западное направление, сейчас это московская прописка, и нету никаких промышленных предприятий, заводов, как действительно много сейчас их на территории самой Москвы, особенно на Востоке, на Северо-Востоке, на Юго-Востоке. И тот же там территория Зила в некоторых случаях, наверное, проигрывает новой Москве. Но, если мы говорим про сам рынок недвижимости, про инвестиции и в целом про покупку квартиры, то у меня все равно возникает очень много вопросов, потому что новая Москва, да, она сейчас продается по цене, как старая Москва. То есть у нас ценник примерно одинаковый, и здесь только возникает вопрос, что вы хотите от такой покупки, от такой инвестиции. Если хотите купить максимально дешевую недвижимость с московской пропиской, наверное, да, подходит. Если вы хотите сделать хорошую инвестицию для сохранения капитала, сдавать квартиру в аренду, иметь внешние точки роста, то, к сожалению, новая Москва будет проигрывать новостройкам, которые строятся сейчас на Востоке, новостройки, которые строятся в развивающейся части Москвы, где были промышленные предприятия, но при этом они довольно близко к центру самой Москвы. И арены там выше, и потенциал роста, и цена сейчас практически одинаковая. Поэтому, стоит ли инвестировать в новую Москву, выбирать вам. Я для себя выбор сделал, и давно эту позицию придерживаюсь, что сюда не стоит инвестировать ни под аренду, ни под сохранение капитала, ни под какие-то любые другие задачи. Ну, а вам я, как всегда, пожелаю правильных инвестиций. Не забывайте, что нужно инвестировать в недвижимость с умом. Поставите обязательно лайк этому выпуску, если вы досмотрели до конца. Это меня большая благодарность, что вы досмотрели такой большой выпуск. Ну, и надеюсь, что он вам понравился. Поделитесь про это в комментариях. С вами был Зубик Виктор, канал Смарова Принвижимость. Это был большой выпуск про недвижимость, про новостройки новой Москвы. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok